Представители Евросоюза должны встретиться, чтобы обсудить статус экономики Китая. Рыночная или еще нет? Среди европейских стран до сих пор нет единой позиции по этому вопросу. Между тем, в декабре исполнится 15 лет с момента вступления Китая в ВТО. А это означает, что статус должен быть получен автоматически. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Китай – второй крупнейший торговый партнер Евросоюза с ежедневным объемом более 1 миллиарда евро. Для дальнейшего развития партнерских отношений КНР важно заполучить статус рыночной экономики. Но страны ЕС не стремятся его подтвердить. Есть два момента. Во-первых, не существует международного критерия, которое однозначно делает экономику рыночной. Поэтому и ЕС, и США рассматривают Китай достаточно субъективно. Если КНР все же не получит этот статус, это станет предлогом для введения другими странами торгового протекционизма в отношении китайских товаров. Во-вторых, пока мы не признаны рыночной экономикой, ЕС может взимать антидемпинговые пошлины, которые на 20% выше, чем для других партнеров. По мнению экспертов, США и страны ЕС препятствуют Китаю в получении этого статуса, потому что боятся демпинга собственной продукции. Больше всего опасений вызывает рынок стали. Сейчас в мире в целом наблюдается обилие избыток стали. Китаю в 2014 году увеличил экспорт по этому направлению, и это не нравится развитым странам. Но вопрос о придании КНР статуса рыночной экономики недоволен зависеть от подобных факторов. Если страна имеет статус рыночной экономики, то в качестве критерия для определения рациональной экспортной цены берутся в расчет внутренние цены. Если экспортная цена оказывается ниже, то экспортеры обвиняют в демпинге. При отсутствии этого статуса расчет производят на основе средней цены товара в других странах, которая, как правило, выше, чем в Китае. Именно поэтому КНР так часто обвиняют в демпинге. Тем самым Китай становится жертвой самых суровых европейских антидеппинговых мер. Ситуация не изменилась даже после вступления страны в ВТО. Тем не менее ЕС придется в ближайшее время решить, следует ли признавать Китай рыночной экономикой, так как 11 декабря истекает срок, после которого, согласно уставу Всемирной торговой организации, такой статус будет получен автоматически.